Добрый вечер, в эфире Вести Карачаева Черкесия. Чекланов. Сегодня в Пятигорске под руководством заместителя председателя правительства Российской Федерации Александра Новака состоялось совещание по вопросам социально-экономического развития СКФО. В работе принял участие глава Карачаева Черкесии Рашид Имрезов. Министерством экономического развития разработан проект новой стратегии социально-экономического развития округа до 2035 года. Надеюсь, что этот документ в этом году утвердим на уровне правительства, заявил Александр Новак, открывая заседание. Полпред Юрий Чайка поблагодарил Александра Новака за оперативную организацию совместного совещания по вопросам развития регионов СКФО. Также отметил, что вопросы социально-экономического развития округа находятся в постоянном поле зрения председателя правительства Михаила Мишустина. В субъектах округа завершается разработка моделей экономического развития, обеспечивающих наращивание экономического и экспортного потенциала. Ключевой сферой деятельности, в которой возможно обеспечить рост экономического потенциала, является туризм. Географическое положение и природно-климатические характеристики нашего округа формируют значительные конкурентные преимущества перед другими регионами страны. Важно грамотно ими распорядиться и создать привлекательные условия для инвесторов, не забывая при этом о рациональном и бережном отношении к использованию уникальных лечебных и оздоровительных свойств курортов, сохранив их для будущих поколений, подчеркнул Юрий Чайка. Акционерное общество «Газпром» «Газораспределение Черкеск» принимает предварительные заявки для включения в график до газификации. Можно подать предварительную заявку для включения в график до газификации. Это значит подведение газа до границ негазифицированных домовладений в газифицированных населенных пунктах, то есть в тех, где уже проложены газораспределительные сети без привлечения средств потребителей. Каждый житель имеет право войти в программу, если домовладение находится в газифицированном населенном пункте с проложенными сетями газораспределения. Газ будет использован на личные бытовые нужды отопления, подогрев воды, приготовления пищи. Участок расположен на расстоянии не более 200 метров от существующей сети газораспределения. Также есть все правоустанавливающие документы на газифицируемый объект капитального строительства и земельный участок. Подать заявление можно любым удобным способом, обратившись в подразделение компании по месту жительства на портале единого оператора газификации. К заявлению необходимо приложить правоустанавливающие документы на газифицируемый индивидуальный жилой дом и земельный участок. По всем вопросам по догазификации можно обратиться по телефону горячей линии 8 800 444 94 00. Проезд открыт. Сегодня в 16.00 дорожники открыли одностороннее движение через мост из Карачаевска в аул Каменомост и Кубанское ущелье. Теперь жителям будет легче добираться до города и обратно домой. Напомним, мост через реку Кубань был частично разрушен 5 июля этого года после сильных проливных дождей. Из Каменомоста репортаж Аллы Динаевой. Дедушка Василь Гатаев всю свою жизнь живет недалеко от моста в ауле Каменомост. Он помнит, когда во время Великой Отечественной здесь были немцы и депортацию карачаевского народа, и дом его родителей был здесь, около Кубани. И после возвращения на историческую родину семья Гатаевых поселилась на том же месте. И Василь Ачахматович хорошо знает историю родного аула и, конечно, моста, давшего название этому населенному пункту. Мост разрушился в моей бытности четыре раза. Первый раз разрушился в 43-м году немцы разрушили, потом деревянный мост был. Деревянный мост, когда мы приехали в Среднюю Азию, его сняли, поставили в другой мост. В 2002-м его вода размыла и разрушила. Потом построили этот мост. Этот мост разрушил завод. А изначально каменный мост в Каменомосте, где он располагал? Это против хлебозавода. Там сказали старики, что там переходили через каменный мост. Нынешний мост перекинут через реку Кубань между скалами. Но ниже река широко разлилась. И это глубокое, красивое, но очень опасное место. Как рассказывают старейшины, здесь есть пещера. Ранее от жары в ней спасались от оровец. Но когда Кубань поменяла русло, она наполнилась водой и образовала вот такой водоворот. А сейчас отсюда отчетливо видны последствия стихии. 5 июля от скалы откололся большой кусок. Видны трещины, которые образовались в скале. Сейчас дорожники ведут последние приготовления. Сегодня планируют открыть одностороннее движение через мост. Несколько часов сотрудники ООО «Дороги» расчищали проезжую часть. Нанесли дорожные разметки, светоотражатели, установили дорожные знаки. После того, как проектная контора из города Кисловодска, ООО «Проект Гидрострой», они обследовали мост. И по их решению можно временный пропуск сделать в одностороннем порядке массой не более 7,5 тонн. А в дальнейшем будет разрабатываться проект, будет строиться новый мост. Именно на этом же месте, скорее всего, будет мост. Но это дело не одного дня, пока проектные изыскательские работы будут, потом выделение средств и прочее. С левой стороны моста опора, которая стояла на каменной скале, и пролетные строения рухнули в результате трещины скального грунта, говорят специалисты. Скажите, пожалуйста, вот там трещину кое-где видны, или может мы уже как-то со страхом смотрим и так относимся? Опять-таки же та же контора, она сказала, что, не глядя на какие-то дефекты, вот этой стороны, которая выдержала, оно вполне временно на ней можно проезжать. Ну, опять-таки повторюсь, чтобы масса груза была, вместе с грузом машина, все не более 7,5 тонн, но они дали такое нам заключение. Обновили этот мост в 1996 году. А в 2002-м он выдержал стихию, но была размыта одна сторона. Видимо, трещина образовалась еще тогда, и она расширялась и расширялась, считают дорожники. Магомед Смаилович, расскажите о новый мост. Когда будут строить, где будут строить, проектная документация готовится, кто будет этим заниматься? Но когда правительство выделит средства, в первую очередь, на разработку проектной смертной документации, будут проводиться торги, какая-то контора выиграет проектные заскательские работы, они сделают эту проектную документацию. Но мое мнение, что будет строиться здесь же, нигде в другом месте. Другое дело, геологию они изучат, и надо ли строить мост на буронабивных сваях, или все-таки строить на этом скальном урке, ну, скорее всего, это будет на сваях буронабивных. А потом, когда правительство опять-таки средства выделит, а средства будут уже немалые, потому что мост будет совершенно новый, ну, тогда надо будет строить, ну, это уже зависит от правительства. У главного эксперта Управления Крачева-Черкеска «Автодор» Магомеда Лайпанова мы поинтересовались, сколько времени примерно может занять строительство нового моста. Если средства на проектной смертной документации выделятся, это в течение года можно сделать. Но потом, скажем так, если выделят средства уже на строительство, ну, такой новый мост, если в режиме таком скоростном делать, ну, тоже можно за один год построить. Но, еще раз повторяюсь, это уже зависит от правительства. Мост частично обрушился 5 июля в результате ливневых дождей и около месяца жителям Кубанского ущелья и Каменомоста приходилось добираться домой в объезд. Стоимость проезда резко возросла. К примеру, в одну сторону на такси до верхнего Каменомоста можно было доехать за 250-300 рублей. Жители Каменомоста благодарны водителю маршрутного автобуса Айтыку Кайчуеву, который не поднимал цену за проезд, хотя, как и все, тратил больше времени и топлива. Семь лет работаю, и этот месяц был тяжелый, потому что два раза длиннее дорога, много времени уходит, поэтому я на три рейса меньше сделал, чем раньше. Раньше 12 рейсов сделал, сейчас 9 рейсов делаю. Но я знаю, что цену за проезд вы не повышали, она как раньше стоила 30 рублей, и этот месяц стоила 30 рублей. Спасибо, конечно, вам. Как вам это удалось и почему вы это сделали, такой добрый поступок? Да, людям и мост поломался, человек умер, и еще сразу сены поднимать тоже неудобно как-то. А так было, мне бензин много уходил, но что делать, как-нибудь ездили, ездили, не поднимали поэтому. Очень трудно ездить, кто на работу, кто с работы, кто просто так в город не доберешься, а кто. Ну, приходится ездить круговую, очень трудно приходится. Не знаю, но это хорошо, что сегодня хоть открывают одностороннее движение, совсем облегчение большое, очень большое облегчение. Одностороннее движение из Каменомоста в Карачаевское и Кубанское ущелье дорожники только что открыли, чтобы пока будут готовить проектно-смертную документацию, а затем и строить мостовое сооружение, людям легче было добираться в город и домой. Аладинаева, Али Бастанов, Вести, Карачаева, Черкесия, Каменомост. Водоснабжение в республике в летнее время остается одним из главных наболевших вопросов. От жителей Конхалка Ногайского района поступают жалобы о том, что во дворах и домах нет воды. Как выяснил наш корреспондент, есть надежда, что данная проблема будет разрешена. Начался ремонт и замена старых труб. Все подробности у Аслана Гирюгова. Проблема с водой в ауле и Конхалк стоит очень остро. По словам жителей, воды зачастую не хватает элементарно, чтобы постирать одежду. Они отметили, что многие отказались от идеи завести скот, ведь без нормальной подачи воды невозможно заниматься хозяйством. В летнее время для хорошего урожая необходимо регулярно поливать огороды. Но если один сосед обильно поливает грядки, причем питьевой водой, к другому соседу, что живет ниже, вода уже не доходит. Проблема с водоснабжением связана и с тем, что сама система и трубы очень ветхие. При увеличении напора происходит прорыв труб. И вот их замена началась недавно. Купать не можем, приходится таскать, приходится кого-то просить, чтобы привезли. Когда вот сегодня дождь пошел, немножко вода пошла. Эта проблема не сейчас, из года в год повторяется. Вот недавно был сход граждан, не знаю, что там решили, я не смогла поехать, потому что я с внуками сидела. Вот такая проблема. Проблема с водой каждый год. Вот летом вообще нет воды, можно сказать. Сделали бассейн, вот набираем бассейн, в бассейне заканчивается вода, не знаем, что делать. Звонишь, просишь, дайте воды. Не каждый раз есть вода уж у нас. Пока у нас прохладно, то у нас и вода есть. Но как начинается невыносимая жара, мы без воды. Как отметила исполняющая обязанности главы иконхалка Динара Боисова, АУЛ вошел в программу комплексного развития сельских территорий, по которой и планируется замена водопровода. Помимо этого, стало известно, из-за чего вода отсутствовала последние две недели. Все из-за того, что трубы были повреждены, и вся вода уходила в землю. Сейчас данная поломка устранена. Сейчас, буквально две недели, ребята приступили к работам по замене трубы по улице Ленина. Общая протяженность 7 километров у нас будет заменена трубопровода. Я так думаю, что какую-то основную проблему, наверное, нагрузку решение этой проблемы снимет. Но в любом случае, совместно с районом, сейчас принимается решение о подготовке документации для строительства своей водозаборной в своем ауле, потому что у нас аул очень большой. Население с каждым годом только растет. Со своим водозаборным сооружением данная проблема будет решена, заверили нас в администрации Ногайского района. Аслан Геругов, Алибастанов, Вести, Карачаево, Черкесия, Иконхалк. И вести из оперштаба. Сегодня в Карачаево, Черкесии выявлено 59 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии общее количество заболевших в республике составило 22 268 человек. Из них 20 658 выздоровели, 664 человека госпитализированы. Сегодня в жаркий летний Черкесск приехала Снежка. Меховая ярмарка кировских мастеров приглашает получить подарки прекрасным шубам. Ярмарку открывал Руслан Кармазов. Это шубка из новой коллекции, из роскошной скандинавской норки в роскошном небесном цвете. В диагональной раскладочке. Вот это великолепие из скандинавской норки можно получить всего лишь за 3,5 тысячи рублей в месяц, если оформить рассрочку. А условия рассрочки – это просто и приятно. Рассрочка от банка без переплаты, без первоначального взноса, без каких-либо страховок. Огромный размерный ряд позволит окутать счастьем даже самую счастливую женщину. Шуба поднимает настроение? Да, конечно. А дело счастливее? Обязательно. А почему? Мягко, шелковисто, приятно. Обнимает и греет? Да. Но женщина становится вдвойне счастливей, когда к шубе дают подарок – меховую жилетку на выбор. Самое главное – цены на шубы никто не повышал и качество гарантировано специальными бирками. Вы самостоятельно можете считать QR-код. Вся информация по шубке у вас будет в телефоне вашем. Что она легальная? Да, конечно. Обязательно. Что это очень важный момент – шуба российского производства. Вся информация там предоставлена. Меховая ярмарка «Снежка» работает в Доме предпринимателей в Черкесске каждый день и до 20 часов 1 августа. Руслан Куркмазов, Рашид Токов. Вести. Карачаева. Черкесия. Это все вести. Прямо сейчас продолжение фильма «Ведьма». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...